Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью» в студии Кристины Якупова. Деятельность Министерства финансов Республики направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости государственного бюджета в условиях ужесточения внешней санкционной политики. На достижение целей и решения задач, определенных посланиями президента и главы Республики, указом президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, и стратегических указов главы Республики. О бюджетной политике региона нам расскажет гость в студии Иван Алексеев, первый заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия. Иван Авянович, здравствуйте. Доброе утро. С учетом ситуации в Российской Федерации и в мире в целом, как сформирован бюджет Республики и бюджеты муниципальных образований, идет ли все-таки рост или снижение? С учетом того, что с прошлого года мы работаем в условиях беспрецедентных внешнего санкционного давления, когда у нас поменялись условия формирования доходной части бюджета, а я напомню, у нас большая часть поступлений налоговых собственных доходов бюджета – это поступления от недропользователей, от тех компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых на территории нашей Республики. Несмотря на все внешнее санкционное давление, нам удалось в прошлом году исполнить доходную часть бюджета в полном объеме, как мы планировали в начале года. При этом хочется отметить, что у нас, несмотря на эти санкции, налоговые поступления, это наши собственные доходы, увеличились в прошлом году. Мы получили порядка 900 миллионов больше, чем планировали налоговых доходов. И нам удалось также исполнить все наши расходные обязательства в части социальных выплат, заработной платы и пособий, и помощи малоимущим категориям граждан. Сохранились ли суммы финансовой помощи из бюджета Республики муниципальным образованием? Да, вот перед тем, как перейти к муниципальным образованием, хотелось бы остановиться на цифрах. Я буду смотреть на бумаги, чтобы точно выразиться, потому что у нас, если мы в 2022 году бюджет закладывали по доходам на уровне 260, по расходам 267 миллиардов рублей, то на этот год мы уже увеличиваем на 5,7 процентов, у нас больше, расходы бюджета составят 282 миллиарда рублей на этот год, а доходы 272 миллиарда рублей или на 3 процента больше, чем утвержденный бюджет в прошлом году. При этом в уточнении бюджета, первое уточнение бюджета, которое у нас будет в апреле, 19 апреля текущего года, мы увеличиваем наши доходы на 23 миллиарда рублей, а расходную часть на 55 миллиардов рублей. Это связано с поступлением дополнительных налоговых доходов нашего бюджета. А бюджеты муниципальных образований, имеется в виду помощь с государственным бюджетом нашей республики, в этом году составят 126 миллиардов рублей. Это на 7,8 процентов больше, чем в прошлом году. А насколько местные бюджеты являются дотационными? У нас есть понятие дотации на выравнивание бюджетов муниципальных образований. Это связано с тем, что если у бюджетов муниципальных образований есть собственная часть доходов, то что разница между их расходами и доходами мы с государственным бюджетом предоставляем в виде дотации на выравнивание. Весь объем дотации, как я сказал, составляет порядка 102 миллиардов рублей с государственного бюджета. При этом из 445 муниципальных образований 399, практически 400, это 90 процентов, являются дотационными. То есть у них собственных налогов доходов не позволяет ввести их расходную часть. И они получают дотации с государственным бюджетом республики Саха-Якутия. А те муниципальные образования, которые имеют дотацию меньше 5 процентов, то есть у которых очень большой объем доходов, их совсем мало, их можно пересчитать. Это города Мирный, Нерингре, Айхал Удачный, поселки Уснера, Айхал, также Бордонский наследие Нербинского района и Тянский наследие Алюкминского района. А какие требования и условия предъявляются в отношении муниципальных образований при предоставлении им финансовой помощи? Обязательно мы заключаем соглашение до 1 марта. В этом году мы заключили соглашение со всеми муниципальными образованиями городским округом города Джатай. По этим соглашениям у нас устанавливаются нормы и типовые соглашения утверждаются постановлением правительства республики. Они обязаны не превышать норматив расходования фонда оплаты труда, не могут устанавливать какие-то расходные обязательства, которые противоречат обязательствам в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Должны предоставлять нам необходимые документы при получении дотации, а также проводить не реже одного раза в два года контрольными счетными органами проверку исполнения бюджетов. Также есть определенные нормативы по муниципальному долгу, чтобы он не превышал определенного процента, и требования также к дефициту бюджета. Какие задачи поставлены перед главами по формированию реалистичных бюджетов, повышению качества бюджетного планирования расходов и обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2023-2025 годы? При формировании местных бюджетов, в первую очередь, должен быть полностью заложен фонд оплаты труда. Во-вторых, все коммунальные расходы также должны быть в бюджетах утверждены в полном объеме. Мы требуем также, чтобы были расходы на создание резервных фондов, на финансирование мероприятий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. А также расходы должны содержать те или иные социальные выплаты, которые были утверждены органами местного самоуправления. Иван Иванович, какие новшества внедряются на территории республики при предоставлении межбюджетных трансфертов? У нас с прошлого года появилось понятие единой субвенции. Если раньше было 15 субвенций, которые мы предоставляли местным бюджетам, мы их объединили в одну, которая объединяет все эти 15 единых субвенций, единая субвенция, которая объединяет все 15. А также у нас одно из новшеств этого года будет, например, очень много глав муниципальных образований, депутатов. Они иногда утверждают, что мы, например, увеличили свою доходную часть, соответственно, мы получили меньше дотации. То есть говорят, что у них особого стимула к повышению доходной части бюджетов нет. Поэтому в этом году есть персональное поручение главы республики Сахая Кутяйсона Сергеевича Николаева в адрес Министерства финансов о том, что если муниципальные образования провели мероприятия по повышению своей доходной части, то есть стимулировали рост налоговых поступлений или провели какие-то или иные оптимизационные мероприятия, то сэкономленные средства или дополнительные доходы должны сохраняться в местных бюджетах, чтобы у глав и у депутатов был стимул увеличивать свою налоговую базу. А какое у Вас сложилось мнение по итогам работы второго съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики? Какие вопросы ставят муниципальные образования? Да, всю прошлую неделю шли мероприятия съезда представительных органов. Также был съезд глав муниципальных образований республики Сахая Кутя. Было очень много семинаров, выступлений. Мы сами принимали активное участие, выступали с докладами, отвечали на вопросы. И действительно главы и депутаты приняли очень активное участие. Очень много вопросов, как я сказал, по стимулированию, чтобы у глав был стимул для увеличения своих налогов. Также очень много вопросов по программе поддержки местных инициатив, программа, которая реализуется Министерством финансов нашей республики. У глав очень много вопросов в части дальнейшего развития этого мероприятия, чтобы больше был охват среди муниципальных образований. Ну и очень много вопросов по фонду оплаты труда. А можете рассказать еще про новшества? Про новшества? Ну у нас сформирована межведомственная рабочая группа под руководством председателя правительства республики Сахая Кутя. Также сюда входят депутаты Государственного собрания ЛТМ, представители департамента вопроса местного самоуправления, главы муниципальных районов. И эта межведомственная рабочая группа, она работает на постоянной основе. И она занимается как раз методикой распределения дотаций местным бюджетом, чтобы какие-то изменения, что если есть вопросы, дополнения, они в любой момент готовы внести изменения в данную методику распределения дотаций. А какие ставят главы муниципальных образований задачи? Задача ставится, чтобы в первую очередь вопрос стоит о сбалансированности бюджетов, чтобы у нас расходы не превышали доходов бюджетов. Главами ставится задача, чтобы вовремя поступали дотации, субвенции, субсидии, не было кассовых разрывов. Надо отметить, что в этом году, с 1 января 2023 года, вступил в силу закон внедрения так называемого единого налогового счета и единого налоговых платежей. То есть, если раньше налоги поступали неравномерно в течение месяца, с этого года налогниковые поступления во все уровни бюджета поступают после 28 числа. И вот это изменение почувствовали все регионы России, все муниципальные образования, так как к январе 28 приходилось на конец месяца. И, соответственно, все налоговые поступления января поступили в феврале. Февраль, ну, все знаете, он короткий, там всего 28 дней в месяце, поэтому тоже февральские поступления в марте. И вот такие разрывы начали возникать уже с начала января. И главы муниципальных образований по этому поводу тоже ставили активные вопросы. Соответственно, мы все дотации, которые полагаются с государственным бюджетом, начали начислять в январе в опережающем темпе. Иван Иванович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале. Оставайтесь на нашем телеканале.